Добрый день, дорогие коллеги! Открываем второй день наших 28-банных чтений. И напомню, что мы беседуем о трансформации гуманитарного знания в постсоветской России. Собственно, вчера очень бурно прошел первый день. Было очень много дебатов, обсуждений, вопросов. И, собственно, речь шла, и я думаю, это будет продолжено, о судьбе самой дисциплины и самой профессии гуманитария в так резко изменившемся мире. И вчера мы обсуждали проблемы, стоящие перед разными дисциплинами, каким образом дальше существовать, что удалось достичь за 30 лет, чего не получилось. Вторая часть у нас была посвящена проблемам империи и постколониальной перспективе. И здесь тоже были мощные дебаты о том, вообще насколько применим термин империи к России разных периодов, как можно вообще определять империю. Разговор шел также о региональной оптике, каким образом, так сказать, обсуждать и сопрягать локально и глобально. И также был очень важный разговор о бывших колониях, если так можно говорить, так сказать, республиках или странах советского блока, что происходит в них, насколько там сильны постколониальные настроения. В общем, на самом деле, все это можно посмотреть в Ютьюбе, потому что, мне кажется, и сами доклады, и особенно вопросы, и дискуссии были чрезвычайно плодотворными. И сегодня мы начинаем наш день с секции интеллектуальной истории «Российская губернатористика». И утро из заседания у нас будет вести Даниил Ирансон, редактор отдела теории нового литературного обозрения, так что он будет командовать парадом, будет модератором. Даниил, я передаю вам разные правления. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем наше первое утреннее заседание сегодняшнего второго дня 28-х главных чтений. И это заседание будет посвящено интеллектуальной истории и российской гуманитаристике. И наш первый докладчик Тимур Атнашев из Нювше, Москва, специалист как раз по интеллектуальной истории, по Кембриджской школе в частности, прочтет нам доклад на тему «Плывет. Куда же нам плыть? Интеллектуальная история в XXI веке». Тимур, я передаю вам слово. Спасибо. Спасибо за возможность сделать доклад. Доклад готовили вместе с Михаилом Вилижевым. Соответственно, я в данном случае буду представлять двоих, буду стараться говорить «мы». Тем самым подтверждая, что автор жив и даже может жить в нескольких лицах одновременно. Вот такое заглавие открывает широкие возможности для доклада. И мы хотели бы поговорить с достаточной степенью свободы о такой вот общей проблематике гуманитарного знания и, может быть, чуть шире социогуманитарного знания, как мы его видим во второй половине XX, первой половине XXI века. И вот, наверное, сюжет или повод для этого разговора – это некоторое сомнение в самих основаниях этого знания. Или, точнее, в основаниях этой практики. И значительная часть этого вопрошения, она, с одной стороны, что философский характер, а, с другой стороны, характер методологической критики метода. То есть речь идет о том, в какой степени вот эта практика может претендовать на статус знания. Соответственно, мы хотели бы кратко и эскизно обозначить контуры этой, так сказать, критики или самокритики, которая одновременно является самодеконструкцией, и затем предложить вот такой эскиз ответа. И вот в этом докладе постараемся двигаться в логике от этого вот общего вопрошения все более конкретному и все более практическому. И под практикой мы будем понимать тексты исследователей, которые вот работают в полеинтеллектуальной истории, опубликованные в 2021 году, в основном в журнале НЛО. Значит, ну это будут, так сказать, примеры, к которым мы сможем обратиться. Но начнем, значит, вот с общего положения. Как можно было бы сформулировать вызовы здесь? Они будут, в общем, в некоторой произвольной последовательности представлены, и первый, наверное, вызов, который мы можем обозначить, это вопрос о том, что социально-гуманитарное знание в принципе не может претендовать на статус знания, на статус научного или объективного знания. Второй вызов, значит, исторически, наверное, даже, который можно проследить еще дальше, еще глубже, можно увидеть этот разрыв, чем середина XX века. Значит, это разрыв, который связан, прошу прощения, разрыв суждений о фактах и ценностях и утверждение о том, что в силу расхождения двух логик суждений о фактах и суждений о ценностях мы, в принципе, не можем научным образом судить о должном, о добром, о лучшем и худшем. Ну, значит, в более широкой версии не можем судить о прекрасном и безобразном. Значит, такой тип суждений принципиально носит ненаучный характер по самоопределению так понятого знания. Значит, дальше эта же критика как бы разворачивается в более специфических формах. Даже наличие элементарных неоспариваемых фактов внутри вот этого социогуманитарного корпуса тоже находится под вопросом. Факт, значит, слишком сильно задан интерпретационной рамкой, он как бы исчезает за интерпретацией. При этом то, что гуманитарное знание традиционно выдавало за знания, а может быть понято как большие нарративы, как истории по своему характеру, соответственно, которые тоже никаким образом не могут быть ни обоснованы, ни оспорены научным или даже рациональным способом, поскольку речь идет, по сути, о фикции. Вот, значит, в таком двойном смысле этого слова на английском языке, это речь идет о вымысле и о художественных приемах художественных и о логике художественного произведения, которое, соответственно, внутри собственной логики не может быть ни оспорено, ни окритиковано, хотя его можно, естественно, обсуждать. Значит, еще одна посылка, которая сопровождает или которая предполагает определенную рамку, связана с разведением, прошу прощения, на рубеже 19-20 веков, прежде всего, к немецкой традиции, развлечения объяснений через причину и через понимание, соответственно, о духе, науке о природе. Значит, это развлечение обосновывало автономию, определенную автономию и сохраняло как бы некоторую претензию на дисциплинарный и, опять-таки, вполне научный характер гуманитарного знания. Значит, причины, которые чаще, значит, впоследствии мы можем видеть в социальных, скорее, чем в гуманитарных науках, хотя в гуманитарных науках тоже причинные объяснения вполне себе сохраняются. Значит, попытки выявить законы, закономерности фазы, циклы, которые носили совершенно тотальный характер, там, в 19-м и, в общем, наверное, вплоть до середины 20-го века, характер, они оказались слишком уязвимы. Значит, и методологически, и вот практически. То есть конкретная, никакая конкретная интерпретация того, как выглядят целостные законы общественных изменений, не может претендовать на какое-то преимущество перед другими. То есть мы находимся в какой-то ситуации принципиального плюрализма и невозможности как-то соотносить и выбирать между этими интерпретациями. Ну и в этом смысле просто, так сказать, какая-то отдельная ссылка. Вот вопрос, например, о модерне современности, который во многом породил современные социальные науки и остается одной из важнейших рамок. Вот он сегодня тоже все еще не решен. Можно ли говорить о какой-то современности, как о каком-то целом историческом, которое можно как-то датировать и которое задает внутри себя какую-то целостную логику. Значит, соответственно, исследователь не может делать свое исследование вне принятия или отказа от вот этого разрыва. Значит, понимание тоже, значит, подверглось деконструкции. С одной стороны, возникает утверждение о смерти автора или даже о деконструкции самого принципа авторства, субъективности, намерения, которое скорее принимается как аксиома, как нечто данное до середины XX века. И вот с середины XX века подвергается рефлексии, критике, деконструкции. И таким образом интерпретация, то есть попытка понимать, которая бы ссылалась на автора внутри вот этой критической перспективы оказывается заведомо неосуществимой. С другой стороны, вторая часть понимания опиралась бы на некоторую конечность значения, что мы можем реконструировать значение. Ну, здесь критическая логика ведет нас к множественности и умножению контекстов, умножению возможностей значений, которая в пределе тоже делает невозможным реконструкцию какого-то исходного смысла, значит, поскольку речь идет о некоторой такой, в общем, вполне себе в греческом смысле дурной бесконечности. То есть у нас нет двух элементов, у нас нет ни того, кто бы авторством предложил и с намерением создал исходный текст, да, и нет возможности понять абстрактное значение текста, поскольку оно растворено в бесконечной сети значений и контекстов. Значит, более того, значит, вопрос о языке, который, собственно, оказывается естественным вот этим медиумом понимания, значит, тоже он, ну вот на разных философских этажах становится одним из центральных вопросов гуманитарных наук и социальных наук. И здесь, наверное, вот хотели обратить внимание на то, что называется конструктивизмом, значит, в общественных знаниях предполагает, что мы имеем, что любое представление, точнее представление, любое понятие, группа, явление, это сконструированный, социально сконструированный объект, инструмент, и в этом смысле выбор нейтрального языка для исследователя принципиально невозможен. Выбирая язык, выбирая любое имя для описания социальных явлений или для интерпретации текста, мы заведомо оказываемся в некоторой логике борьбы и выбора политической, ну, в конечном счете, политической позиции. Что, в общем, тоже, наверное, не согласуется с таким обычным пониманием научного этоса. Соответственно, ну и, наконец, такой, так сказать, заключительный, обобщающий тезис, да, связан с буквальным утверждением о непознаваемости реальности. Реальность не может быть познана. Значит, если реальность не может быть познана, значит, и почему она не может быть познана? Потому что язык оказывается слишком сильным медиумом, чтобы за ним что-нибудь разглядеть, кроме самого языка. Более того, собственно, и реальности, как чего-то, что стоит за чем-то, тоже нет. Значит, и, соответственно, мы, по сути, как бы указываем на отсутствие какого-либо объекта, значит, или предмета, на который мы бы вместе смотрели и пытались понять. Это, ну, в общем, естественно, в разной степени, да, эти критические элементы проникают в гуманитарную мысль, но вот как нам представляется, то есть, с одной стороны, есть, на самом деле, последние, может быть, лет 20, да, уже идет интенсивная рефлексия уже этих последствий, этих положений, вот, но очень часто они, так сказать, сопровождают ум и руку исследователя без должной рефлексии все-таки. Значит, вот к чему это приводит, если всерьез принять все эти положения? Вот. Нам кажется, что это приводит все-таки, значит, и внутри самого научного знания, и внутри чуть более широкой картины, да, что наука как социальная практика может сказать, и зачем она нужна, что она делает, и как она в этом смысле понимает себя внутри, значит, общественной практики, ответ на этот вопрос, вот, исходя из такого радикального набора критических утверждений, фактически невозможен, да, значит, это такая самодеконструкция, самоподрыв гуманитарного знания. Вот. Значит, какой эскизный ответ мы сначала на очень абстрактном уровне могли бы сформулировать, и затем попробовать показать, как, ну, вот в практике интеллектуальной истории этот ответ де-факто уже реализуется, и в этом смысле, значит, вот, ну, интеллектуальная история уже плывет куда-то, и в этом смысле часть, во всяком случае, ответа на вопрос, куда же нам плыть, связана с тем, что мы уже, на самом деле, вполне себе плывем, значит, и здесь, ну, вот, важно отдать, наверное, себе отчет в направлении и, там, значит, или внутренней логике этого движения. Значит, ну, вот, общественно значимой целью и внутренней целью гуманитарного знания может рассматриваться передача, а также критика и обновление, актуализация письменной и художественной традиции через дисциплинированные свободные дискуссии об исходном смысле текста прошлого. Таким образом, в рамках гуманитарной практики осуществляется перевод традиции на языки современным исследователям и их читателям социальной и политической практики. То есть гуманитарное знание занято переводом традиций прошлого на язык современной практики. Значит, ну, несколько таких, собственно, уже чуть более практических примеров, связанных с методологией интеллектуальной истории, которые позволяют дать ответ на часть вот этих больших вызовов. Ответ, опять-таки, вполне практический, то есть это то, каким образом вполне реальные исследователи пишут тексты и, соответственно, признают их валидность для себя и какая-то часть других авторов тоже их, значит, принимает за значимые. И в этом смысле мы можем говорить о том, что корабль, значит, плывет. Значит, мы при этом вот логика ответов и логика вызовов нам представляется в связи как раз с, на самом деле, значимостью критических соображений, высказанных в начале. Она представляется, ну, чуть более, наверное, сложной, чем просто набор аксиом. Поэтому мы, с одной стороны, хотели бы утверждать, что определенный тип практики интеллектуальной истории по умолчанию предполагает и принимает за аксиому значит, некоторые положения и утверждения, часть из которых противоречит критическим философским соображениям вышеуказанным, а часть из которых принимает их и отталкивается от них. А на следующем уровне мы поговорим о дилеммах, да, о дилеммах. И дилеммы в этом смысле как раз обозначают невозможность на практике отказаться от одного или другого, иногда это более сложные конструкции, варианты, которые видятся как противоположные или как принципиально различные. И мы видим, что реальная практика интеллектуальной истории предполагает такой фактический выбор, да, выбор или, пользуясь англицизмом, трейдов между вот разными полюсами дилемм. И мы видим на практике, что здесь нету, нет задачи выбрать, да, и мы можем вполне продуктивно говорить и принимая часть вот этой критики вполне радикальной, да, и одновременно, значит, оспаривая, оспаривая. Значит, какие аксиомы, да, мы, значит, вот интеллектуальную историю как дисциплинарное поле мы здесь не будем описывать сколько-нибудь подробно, и доклад Сергея Зенкина, насколько я понимаю, будет обращен к этому вопросу. Здесь мы, так сказать, избирательно, да, опираясь на несколько таких обобщающих работ Уотмара и Калинии, просто покажем вот то, что нам кажется таким вот принятым по умолчанию, и это будут наши три аксиомы и затем три дилеммы. Значит, три аксиомы интеллектуальной истории как практики второй половины 20-го, первый половины 21-го века мы можем формулировать следующим образом. Первое. Мы признаем автономность прошлого как объекта исследования. То есть прошлое принципиально имеет с одной стороны ценность и самостоятельную ценность, которая не требует какого-то дальнейшего пояснения. Ну, здесь речь идет о том, что некоторый такой презентизм, да, как вызов, интеллектуальный вызов конца 20-го века, он, ну, формулируется, в общем, на самом деле достаточно классическом языке упреков в антикварианизме, да, в оторванности от каких-то практических задач, актуальных вопросов, что интеллектуальная история занята, ну, каким-то незначимым, незначимым прошлым. Вот, значит, ну, первый тезис, да, что прошлое – достойный объект исследований. И он по умолчанию интересен, он по умолчанию ценен. Мы не должны, значит, для нас нет этого вопроса, если мы заняты интеллектуальной историей. Значит, здесь, ну, вот, да, речь идет о такой базовой аксиоме, при которой мы не пытаемся показаться не старомодными, значит, или там более актуальными, мы просто интересуемся прошлым, который считаем автономным и ценным. Следующий тезис, который тоже разделяется значительным большинством, связан с, значит, важностью работы с культурной дистанцией. Я уже употребил вот понятие перевода. Речь идет о том, что мы заведомо считаем написанные текст, опять-таки понятый максимально широко, как текст, написанный на другом языке. Поскольку мы работаем вот с этим автономным прошлым, мы почти, мы по умолчанию считаем, что мы его плохо понимаем. Нам требуется специальная работа по переводу. И для этого формулируется, используется набор некоторых практик. Ну и, наконец, третья аксиома, такая, может быть, самая простая, связана с тем, что в рамках данного случая интеллектуальной истории при прочих равных мы предпочитаем дискурс с другим объектом анализа. Это, так сказать, связано просто с дисциплинарным выбором. Дискурс является достойным объектом анализа, и он является предпочтительным. При этом это может быть дискурс какой-то, в кавычках, возвышенный или теоретический. Это может быть, как показывает Уотмар, надпись, нацарапанная каменщиком на камне, значит, в основаниях дома в начале XIX века. И сама эта надпись может быть подвергнута интересному анализу. И мы можем, на самом деле, очень много узнать и об этой надписи, и об интеллектуальном контексте того периода, в котором оказывается, что вот этот безымянный каменщик был знаком, вероятно, либо опосредованно, либо напрямую с работами Макиавелли, и говорил на некоторой, там, попа, да, и говорил на некотором республиканском языке. При этом, соответственно, критиковал коммерческое общество и ожидал крах мирового гегемона скорой. Ну, этот язык мы тоже хорошо знаем, и гегемоны, безусловно, падают и восходят. Значит, в этом смысле здесь у нас есть фокус на дискурс, но при этом у нас нету специального предпочтения к тому или другому типу дискурса, если речь идет о некотором содержательном и достаточно сложном в этом смысле, в кавычках, интеллектуальном высказывании. Значит, теперь три дилеммы. Значит, вот это, соответственно, те опции и разрывы, которые, по сути, являются уже реакцией во многом на критику, на эту, ну, еще раз, достаточно радикальную или даже не достаточно, просто радикальную критику. И внутри этих дилемм критика используется как продуктивный способ мыслить и продолжать исследование, скорее, чем отказываться от, значит, самого проекта, вот так, как мы его представляем. Значит, первая дилемма может быть сформируясь следующим образом. Когда мы интерпретируем текст, как мы, в какой степени мы интерпретируем роль, важность автора и языка. Значит, условная позиция включает один подход, когда мы прежде всего изучаем конвенции, репертуар значений, устойчивые выражения и контексты, в которых они оказываются, тем самым придавая языку некоторый статус деятельного начала. В некотором смысле сам язык становится субъектом. Значит, язык задает некоторую рамку, язык ведет автора. И в пределе автор не существует или незначим, поскольку он является продуктом действия языка. На другом полюсе оказывается автор как сознательный, автономный, рациональный пользователь инструмент. Дальше степень сознательности автора может быть разной. Мы можем говорить о каких-то мастерах, которые хорошо понимают, что они делают с языком, и о людях менее искушенных. Но так или иначе есть намеренность, сознательность и некоторый расчет, который мы предполагаем автор делает. Значит, ну, естественно, что поскольку речь идет о дилемме, здесь большинство, и, собственно, в этом ее смысл, большинство авторов так или иначе используют пропорцию, хотя мы обращаем внимание на то, что большинство тех, кто так или иначе в этой логике мыслит, все-таки выбирает скорее одно или другое. То есть все согласны, в большинстве случаев оказывается важным и язык, и автор, но на уровне, так сказать, индивидуальных предпочтений и стилей, как правило, один представляется ведомым, другой – ведущим. То есть такая совсем сбалансированная диалектика этих двух принципов скорее является исключением, чем правило. Значит, соответственно, то есть вот это «жустье милье», какая-то, значит, арестовательская золотая середина на практике не встречается, но признание разной пропорции важности скорее является нормой. Вторая дирима связана с перформативным характером языка и, соответственно, с представлением о том, что какое-то высказывание – это некоторый ход, что он, значит, соответственно, мы своим действием пытаемся убедить, убедить, совершить, значит, некоторые действия, как правило, с целью убедить или воздействовать на позицию других людей, других групп или акторов. Значит, ну и здесь вот такая дилемма, уже встроенная внутри этого предположения, связана с развлечением, может быть, значит, хорошо известного двух типов речевых актов, и локутивных, и перелокутивных. И, соответственно, мы можем спрашивать, каковы были намерения, что собирался делать, что делал автор, как говорит Скинмер, когда он что-то писал, и можем пытаться отвечать на вопрос о перелокутивном акте, то есть что, собственно, сделал автор. Значит, то есть в одном случае мы используем, прежде всего, языковые средства и фокусируемся на текст. Для того, чтобы узнать, что же автор сделал, нам, строго говоря, нужно выйти за пределы вот от того текста, как минимум, и оценивать, и как-то соотносить, значит, последствия или воздействия этого текста на позиции других авторов. Ну, вот в рамках традиции кембриджской школы такая классическая, так сказать, формулировка Скинра и Покока связана с тем, что мы с трудом можем оценивать последствия, но мы можем довольно убедительно и точно реконструировать интенцию. Но на деле мы видим, что многие авторы опять-таки в явном или неявном виде рассуждают о последствиях, о воздействии, об успешности или неуспешности, об эффективности или неэффективности речевого акта, ну, или, вот, так сказать, взаимодействия. Вот. И, соответственно, мы здесь тоже, ну, в общем, можем видеть, как смещается или, так сказать, дополняется интерес к тексту, к более широкому контексту и к тому, как уже высказывания взаимодействуют с какими-то другими субстанциями, значит, социальными, политическими, экономическими и так далее, когда мы пытаемся осмыслить язык как часть более сложных систем, в которых присутствуют другие неязыковые логики. Значит, и еще раз, да, здесь есть две стратегии, мы можем фокусироваться только на интенции и мы можем рассматривать последствия конкретного высказывания или конкретных высказываний. Ну, наконец, третья дилемма – это вопрос о том, кто является приведерованным автором или источником текстов дискурса, который изучают исследователи. Здесь очень упрощенно, да, мы предлагаем такую, значит, триаду, отчасти следуя Аристотелю. Значит, да, триада первая, что мы можем исследовать, так сказать, или там, анализировать, читать, интерпретировать тексты тех, кто принимает решения, так или иначе, и тогда их речь может быть осмыслена как речь непосредственно связана с действием. Значит, мы можем рассматривать речь и тексты ученых, экспертов, интеллектуалов, значит, людей, которые функционально находятся в позиции советника, тому, кто принимает решения. Их речь, соответственно, направлена на воздействие, они хотят воздействовать на принимающего решения, но сами они такой прямой власти не имеют их власть в этом смысле прежде всего дискурсивная и теорическая. Ну и, наконец, мы можем интересоваться речью и разными формами взаимодействия, то есть общение гораздо более широкого круга лиц, в принципе, того, что на социологическом языке можно было бы назвать массовую политическую коммуникацию или социальную коммуникацию, массовую, низовую, групповую. Соответственно, существенная часть этого типа дискуссии не будет никаким прямым образом воздействовать на политические решения, если мы говорим про политический дискусс, но при этом мы можем интересоваться и реконструировать эти дебаты. Соответственно, в рамках близкой нам кембриджской школы фокус на самом деле был практически исключительно на первые две группы, то есть на тех, кто сам принимает решения и одновременно пишет тексты. В общем, классическая политическая философия в основном состоит из таких людей, которые были одновременно королями и философами, политиками и мыслителями, политиками и писателями. Но одновременно есть и значительно круг людей, которые находились в позиции условно-советников, влияющих, формирующих, готовящих решения, но при этом напрямую в них не вовлеченные. Значит, однако мы видим, что вполне эффективно и интересно, продуктивно можно использовать инструменты интеллектуальной истории для гораздо более широкого круга лиц и видеть, как в ситуации, когда политическая речь становится массовой, обращается к группам и к гораздо более широкому кругу лиц и репрезентативная массовая и национальная политическая речь она соответственно апеллирует к представлению о какой-то группе или группах о некотором политическом единстве нации, народ, у которого предположительно есть воля и она может быть как-то смоделирована, сконструирована и соответственно здесь политические системы или режимы внутри которых ведется такой дебат может быть очень разнообразным в диапазоне от плебисцитарных лидерских демократий до многобортийных систем, но так или иначе здесь мы видим третий тип дискурса. Соответственно наш тезис и заключительная часть доклада связана тем, что все три аксиомы по умолчанию задают горизонт и практику интеллектуальной истории, но на каждую из этих трех дилемм конкретный историк в конкретной работе или в целом выбирает свою стратегию и может давать разные ответы. Мы приведем три примера. Это три статьи опубликованные в 1921 году и вполне по жанру и по методу отвечающей рамке интеллектуальной истории. Одна статья это статья Михаила Долбилова аттестация верноподнических чувств Министерства императорского двора и Народные понедельники Дому Романовых в 1860-1880 годах. Здесь есть такой прекрасный подход, прекрасный образец подхода, в котором по умолчанию люди, чьи тексты исследует Михаил Долбилов, наделены субъектностью, они способны использовать язык как инструмент и у них есть цели, которые мы можем понять и оценить. Соответственно, материалом исследования служат панедирики, адресованные российским императором, подданными. Подданные принадлежат низшим сословиям, и сочинитель панедирика совершенно ямором стремится выразить исключительную преданность монарху, и он стремится сделать это, выходя за такой формальный регистр, за рамки простого закона послушания. То есть он хочет выразить не просто готовность исполнять закон или повеление монарха, он хочет выразить эмоциональную компоненту, эмоциональную связь, и, соответственно, именно акцентом на это, то есть вниманием к этому выражению чувств, занят историк в данном случае. При этом внутри работы оказывается возможным дать оценку того, насколько собственно обращение конкретного сочинителя было успешным или нет. То есть мы здесь можем оценить перелокутивный эффект этой речи. Соответственно, автор обращается и на самом деле его панагирик попадает в бюрократическую структуру специализированную, где сидят служащие, которые должны собственно как-то собственно принять решение и могут решение связано либо с просто направлять ответ с благодарностью и в некоторых случаях диапазон признания эффективности выражения верноподобнических чувств он может быть разным. Здесь некоторые письма ответы этих чиновников содержат порицание и указание на некоторые совершенные ошибки как не следует делать, как не следует писать такие письма до денежных поощрений или грамот, которые все это готовят сотрудники и руководители министерства. И что на практике как показывает Михаил Долбилов гарантирует эффективность высказываний, он показывает, что риторическая составляющая здесь большого значения не имела и литературное мастерство в общем по факту не оценивается. Ключевых факторов успешности Михаил выделяет два. Это важность конкретного обращения и микроконтекст и сказания. Соответственно, этот микроконтекст определяли чиновники. И второй фактор это общая идеология царства. Соответственно, вот эта идеологическая рамка, которая менялась царя к царю, она поощряла тот или иной тип реакций. Например, Александр Второй скорее поощрял соединение императора с народом и такого типа тексты поощрялись. Наверное, не буду тогда рассказывать все примеры и отошлю к статье, которая развивает часть этих положений, опубликованная также в журнале НЛО в 2021 году. И, наверное, завершая, хотел бы повторить наш контур ответа, который нам кажется важным. И за рамками оставлю дальнейшие примеры. Их несколько. Они, мне кажется, показывают возможность и востребованность работы в этом жанре и дают возможность по-новому отнестись к тем вызовам гуманитарных наук, которые все-таки на данный момент остаются скорее неотвеченными и воспроизводятся как такие модусы по умолчанию. и на самом деле эта критика требует ответа. Естественно, ответ не может быть дан один раз. Его нужно повторять и развивать. Но эскизная форма этого ответа следующая. Гуманитарное знание связано как с критикой и деконструкцией, так и с апологией, с конструкцией, с реконструкцией. Если мы уклоняемся от второй части дилеммы, если мы заняты только деконструкцией, только критикой, мы и оправдываем этот произвольный выбор критикой научного статуса знания, то это речь идет о вполне легко деконструируемом и критикуемом лукавстве, либо просто произвольном использовании выдвигаемых критических принципов. Если мы заняты деконструкцией и критикой, и если это нормальная интеллектуальная практика для гуманитарных наук, то и конструкция, и реконструкция, и апология есть столь же нормальная практика. Здесь мы должны просто признать это измерение и его неизбежность. И, соответственно, общий позитивный ответ, который мы попробовали дать в самом начале доклада, мы видим следующим образом, что общественно значимой целью гуманитарного знания является передача, а также критика и обновление, актуализация письменной художественной традиции через дисциплинированные и свободные дискуссии об исходном смысле текста в прошлом. Таким образом осуществляется перевод традиции на языки современной исследователям и их читателям социальной и политической практики. И, соответственно, мы можем подойти к ответу на вопрос, куда же нам плыть. Мы видим, что у нас уже есть направление, которое просто задано практикой и является ответом на фундаментальную, разумную, но частичную критику. И, как кажется, сегодня деконструкция естественным образом будет дополняться конструкцией, и эту конструкцию нужно защищать, ее нужно хвалить и делать на практике выбор уже конкретных авторских стратегий в конкретных исследованиях. Спасибо. Спасибо, Тимур. И давайте можно теперь переходить к части с вопросами. Я вижу, что в данный момент у нас не поступило вопросов с YouTube. В таком случае, пользуясь правом модератора, я позволю себе задать сам первый вопрос. Я бы хотел спросить Тимура о первой из трех аксиом, которые вы выделили. Тимура связаны с общими принципами интеллектуальной истории. Вы выделили три. Автономность и самостоятельная ценность предмета исследователя, важность дистанции и то, что предмет анализа это дискурс. Первый из этих принципов, я не до конца, может быть, его понял и не до конца понял его значение в общем сюжете, потому что заканчиваете вы тем, что гуманитарное знание, в частности, интеллектуальная история, это с одной стороны деконструкция, с другой реконструкция, с одной стороны кажется, что здесь как раз речь не идет о самостоятельной ценности предмета исследования, некая приорная, а как раз вывод вытекает из проблематизации того, что ценность предмета анализа, ценность некоторого исторического материала, в частности такого документа, как Панигирики, в примере который привели, она некоторым образом конструируется и деконструируется в ходе исследований, я не знаю, правильно ли так рассуждать, но вот судя по тому, что вы рассказали о выводах из статьи Михаила Долбилова, то есть там делаются выводы, что успешность перформативного акта, то есть Панигирика, она была связана в первую очередь с микроконтекстом, который определяли чиновники и с императором была связана, то есть она как будто бы была в меньшей степени связана... С идеологией царствования. С идеологией да, спасибо. Она была в меньшей степени связана с личными качествами автора Панигирика, то есть здесь очевидно, что имеет место некоторое то самое перформативное действие, когда когда что-то происходит с значимостью исторического материала в процессе его исследования, ну не говоря уже о том, что в истории как-то ну мне привычно думать, что историк, конечно же, не выбирает тему для исследования, ну как бы потому что вокруг нас разбросаны исторические факты, и они как бы сами по себе ценны. Ну не говоря уже о том, если опять же, если мой вопрос как-то заострить, что ну в целом действительно знание гуманитарное, знание историческое, но перформативно, как в этом отношении можно говорить об автономности предмета исследований, его самостоятельной ценности, где она конкретно вот в вашем докладе и в может быть ваших собственных принципах как историка идей. Спасибо. Спасибо. Это вопрос, на самом деле, ну отсылает, наверное, к вот, так сказать, общей рамке. Если я позволю себе встречную реконструкцию, то есть ваше сомнение в этом принципе, мне кажется, связано как раз с этой критикой, от которой мы отталкиваемся, да, и под автономностью мы понимаем наличие источника, которому историк приписывает способность производить принципиально значимые для нас высказывания. И нам эти высказывания интересны по умолчанию. Мы знаем, что там есть высказывания, и это высказывание, которое ново для нас. Вот оно для нас новое. При этом мы не принимаем его за авторитетное по умолчанию, но мы исходим из того, что в прошлом есть авторитетное для нас сказание. А если я правильно вас услышал, вы как раз исходите из представления о том, что мы конструируем значимость из ничего. Ну, из самого себя или там, значит, из какой-то сердцкого интереса и его современного контекста. под автономией мы понимаем, что там есть реальность, если хотите, реальность, есть высказывание, есть речь, которая заведомо цена. Дальше мы к ней относимся, и в этом смысле деконструируем, и реконструируем, проблематизируем, но мы полагаем ее принципиально ценный и значимый для нас и одновременно новый. Хотя она в прошлом. нам? Ну, если я попытался ответить. Да, спасибо, Тимур, поскольку у нас по-прежнему нет вопросов, я позволю себе... А есть вопросы к Сергею, да? Да, вопросы к Сергею Зенкову, пожалуйста. Спасибо, Тимур, за эту историческую реконструкцию. У меня два замечания, они тоже взаимеются теоретические. Первое, опять-таки, касается вопроса о автономности и ценности прошлого. Тут вопрос в том, где, собственно говоря, кончается настоящее и начинается прошлое. Вот, например, вы сейчас прочитали нам доклад, который, безусловно, является автономным и ценным высказанием, я это говорю с автономной ответственностью. Но, хронологически, он стал уже прошлым. Должен ли я реагировать на него как на реплику фактуальной дискуссии, как на факты интеллектуальной истории? Скорее всего, мы ответим по первому варианту. Но дальше, как определить нам круг людей и высказываний, которые относятся к интеллектуальной истории? Будут, например, это люди, которых мы не видим сейчас на экране, и с которыми мы не знакомы, или кого мы еще не читали, или кто высказывался на незнакомых нам языках, или кто жил до нашего рождения, до жительства Христова. Боюсь, что любое такое решение будет более-менее произвольным. И второе замечание касается та общая критика гуманитарного знания, которое вы излагали в начале своего доклада, по-моему, является на сегодня уже довольно превзойденной. Современная гуманитарная эпистемология считает, что гуманитарные знания вполне возможно как вероятность оцениваемая не по бинарной шкале «да» или «нет», а по вероятности более вероятной или менее «скорее да» или «скорее нет». И, в результате, получается, не классификаторное, а типологическое деление материала, не отчетко разграниченные классы, а на типы, где есть центральные периферийные части, где есть хорошие примеры и более расплывчатые. То же самое в отношении каких-нибудь текстов. Мы не можем действительно сказать, что смысл текста можно окончательно и четко зафиксировать в интерпретации. Но мы можем, постоянно это делаем, сравнивая разные интерпретации, сказать, что одна интерпретация лучше другой. Тем самым, постоянно приближаясь к этому центральному элементу нашего типологического смысла. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. В ответе на первый вопрос, я думаю, что в нашем утверждении содержится некоторый дополнительный смысл по отношению к той размытой границе временной и коммуникативной, ситуативной, которую вы предложили. Интеллектуальная история исходит из ценности ухода от нынешней дискуссии. Мы должны все время уходить дальше, мы ищем новых собеседников, и новые собеседники находятся в прошлом. Это генеративный принцип, что мы можем генерировать новое, обращаясь к тому, что сейчас неактуально. У нас есть сегодня дискуссия, мы читаем определенный набор текстов, у нас есть польза и задача гуманитаристики приносить новое через обращение к старому. Здесь, мне кажется, есть дополнительное измерение по отношению к этой границе. Мы все время расширяем горизонт разговора, возвращаясь к тому же самому, что мы уже забыли. Ну, или вот оно просто неактуально в нашем... Здесь и временной географический принцип, условный географический, были бы, наверное, уместны. То есть, да. И по второму вопросу вероятностное знание. Да, да, да. Я принципиально, конечно, согласен с этим суждением. Я бы добавил, может быть, просто один момент, что это конечная множественность значений. То есть, это не обязательно одна интерпретация у текста, у понятия, у набора, может быть, вполне себе разный, множественный, двусмысленный характер, но мы можем его каким-то конечным образом описать и можем сравнивать и осмысленно сравнивать лучшие и худшие описания этой множественности, которая не превращается ни в бессмысленность, ни в бесконечную множественность, в которой смысла нет. Ну, вот. Но я принципиально соглашусь с вашим утверждением. Просто мне кажется, что в современной же гуманитаристике все-таки этот критический пафос сохраняется как модус, недоотрефлексированный модус, который включается выборочно, не как систематический подход, а включается выборочно. Поэтому, мне кажется, важно напоминать ограниченность этого набора критических суждений. Тимур, у нас есть вопрос от пользователя Алуна-Алуна, который просит вас назвать две другие статьи, по-видимому, на которых вы хотели построить доклад, который не успели упомянуть. Да, конечно, это статья Гуида Карпи о языке Ленина и статья Курилкина о варваре из истории культурного самоопределения российского общества. Соответственно, одна статья скорее это начало XX века и к вопросу о понятии принципа партийности в языке Ленина, где автор показывает, по-моему, 20 значений понятия партийности у Ленина, которые меняются, постоянно меняются конкретно в каждой точке, пока Ленин наконец уже получив власть не отказывается в принципе от этого понятия. А вторая статья Курилкина рассказывает о начале XIX века и о понятии варварства и цивилизация примирялась на себя в русском обществе и зеркалилась с Францией и Западом. Спасибо. И вопрос от Ирины Прохоровой. Знаете, да, спасибо, Тимур. Я, может быть, слегка пропустила, отвлекаясь на звонки, сговор, но если мы говорим об автономии прошлого, а какова автономия историка от господствующей идеологии, которая для нас чрезвычайно актуальна? Вот здесь как бы мы понимаем, что деконструирование и реконструирование, этим идеология занимается прекрасно, то, что мы сейчас и видим в российском контексте. А как здесь позиция историк определяется? Мы вчера немножко затрагивали эту проблему в докладах. Вот как здесь строить, правда? Ну, то есть социальное измерение, это одна стратегия, как это на практике осуществляется, защищается или устраивается эта автономия. Если говорить про ее интеллектуальную составляющую, которая безусловно важна, принципиально это метод. Это метод и вот то самое оспаривание взаимное, к которому историк готов. В этом смысле, если воспользоваться понятием, который для Сергея Зенкин, вот этот вероятностный характер суждений, но возможность совершения суждений есть источник автономии историка. Напротив, если мы отказываемся от способности выносить такие суждения, мы принципиально всего лишь одни из конструкторов и деконструкторов среди других, и мы ничем не отличаемся от них. Если мы считаем и признаем и демонстрируем способность выносить более и менее значимое суждение о вероятности такой или другой интерпретации, о большей и меньшей адекватности той или другой интерпретации по отношению к реальности, если мы не признаем реальность и не признаем нашу способность, то есть автономию реальности, и нашу способность лучше или хуже точнее или менее точно оценивать реальность как реальность, то мы лишаемся этой автономии. В этом смысле это такая борьба. И на самом деле здесь есть еще даже интересная линия отдельная, я про нее сейчас, наверное, не смогу много говорить, но интересная линия, связанная с так называемым кризисом экспертизы, более широким, что есть какие-то, в принципе, эксперты, которые могут производить суждения, которые признаются в большей или меньшей степени. Очевидно, мы там помимо политического давления есть еще такие социальные, структурные вызовы, связанные с новым типом вот этих горизонтальных коммуникаций с соцсетями, внутри которых тоже статус высказывания, смысл того, что историк чем-то отличается от человека, который судит, высказывает свое отношение к истории, тоже оказывается проблематичным. Я думаю, что это задача историков, наверное, про это думать и как-то артикулировать эту позицию. Мне кажется, что метод и способность судить и оценивать реальность лучше или хуже – это фундаментально основано. Нет, просто вопрос-то мой был связан еще в продолжении вчерашней дискуссии, когда стал вопрос о взаимодействии профессиональных историков и общества. Это, наверное, в сторону памяти скорее. Нет, я имею в виду, что общество преподносится некоторая модель исторических событий. Идеология с этим работает прекрасно. Грубо говоря, если мы берем научное, профессиональное историческое сообщество, способно ли оно обществу дать какую-то более убедительную, яркую картину, не привязанную к той идеологической конструкции, которая сейчас торжествует, скажем, у нас. То есть разговор не только о методах внутри исторического сообщества, но насколько историк профессионально привязан к обществу и способен что-то транслировать убедительное, что вообще-то довольно болезненная проблема всегда, а в нашем обществе особенно. Ну, здесь, наверное, просто вот мы находимся в ситуации чуть большей конкуренции как раз сегодня, чем, может быть, 20 лет назад. Но я не думаю, что, например, как раз в интеллектуальном смысле государственная пропаганда успешна исторически. Именно в интеллектуальном смысле. Здесь всегда поле гораздо шире, и уровень спроса, и чувствительности к качеству этих нарративов, и качества аргументации, он просто, как правило, выше, чем то, что предлагается государственным условным социальным аппаратом. Он на определенном, в определенном смысле мы находимся в равной позиции, но у нас просто лучшие инструменты. Дальше вопрос, ну, естественно, что ограниченное в, так сказать, в медиа, в количестве людей, которые там слушают. Но я думаю, что когда речь идет о тексте и о сравнении текста, у историков больше возможностей, чем у государственных идеологов. Ну, я вас не убедил, кажется. Меня тоже нет, честно говоря. Здесь можно подумать, что успешностью называется в данном случае. То есть это, видимо, тоже из теории перформативных актов используется такое выражение. То есть как бы в перформативном смысле, в некотором отношении. Ну, интересно подумать. Убедить, да, 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 убедить. Ну, хорошо, спасибо, Тимур.